Ну всё, правда, как я слышал, ты хочешь президентские кресла. Смотря что ты имеешь в виду, если это в Икеа есть такое кресло, которое называется президентским, мне надо сначала его увидеть, если оно реально хорошее, удобное, может быть я его захочу. А так, если ты имеешь в виду какое-то положение в стране, то... Если бы я его хотел... Ну, хотя даже, как можно рассуждать, если бы я его хотел, какое может быть президентское кресло в нынешнем положении. В том числе, если бы Чечня стала независимой, и ты стал бы правителем, то ты оставил бы те постройки, которые построил Кадыров, или ты разрушив нынешний город, построил бы новый. Ну, конечно, не стал бы разрушать. Конечно же, нет. Причём здесь здания, они-то ни в чём не виноваты. Я бы, конечно, я бы переименовал там все улицы, парки, я не знаю, там какие-то объекты, которые названы в честь каких-то предателей или российских солдат, генералов. Конечно же, это всё было бы переименовано. Конечно, мечети нам названы в их честь, они тоже были бы переименованы. Но уничтожать это всё, устроить, это полная глупость, конечно. Какой вклад внесли простые ауховцы, не считая тех, кто воевал в ритах чеченского сопротивления? Коротко, Тумсо народ должен знать. Смотрите, мы не должны и не разделяем наш народ на ауховцев и не ауховцев. Ауховцы – это неотъемлемая часть чеченского народа. И вот все те достижения, которых мы достигли, эти все достижения, они также касаются любой части нашего народа, любого общества, ауховцев в том числе. И все эти неудачи, которые нас постигли, они тоже постигли нас всех вместе. Поэтому отдельно здесь кого-то выделять, я не вижу в этом смысла вообще говорить в подобном тоне. Все разговоры, которые нас как-то разобщают, пытаются какую-то отдельную часть из нашего народа её выделить, сказать, что это какие-то не такие чеченцы. Это Россия всячески подкармливает эту тему. И некоторые из числа вот этих обществ тоже ведутся на эту пропаганду, к сожалению. На самом деле нет, это абсолютно такая же часть чеченского народа. До того, как Сталий там перечертил вот эту границу, взял и аух включил часть Дагестана и разделил его на два района, вообще не было таких вопросов, как вот это вот ауховцы, не ауховцы. Мы были одним народом, с разными там диалектами, одним народом. А вот сейчас почему-то вот этот вопрос из-за того, что Сталий там что-то перечертил, мы начинаем уже между собой кого-то как-то отделять. Томсо, что думаешь, если бы Шамиль и Хаттаб в 99-м году не пошли на Дагестан, Ичкерия была бы сегодня независимым государством? Нет, конечно нет. Война-то, она вообще началась не из-за их похода. Вы должны понимать, что лидер огромного государства, который идет на убийство собственных граждан, пока они спят, то есть взрывает их дома. Вы себе представляете, насколько это подготовленная акция, насколько он жаждет этой войны, жаждет того, чтобы войти и поквитаться за то поражение. Поэтому, конечно, война бы по-любому была. Они изначально это все как бы спланировали. Другое дело, что не было бы вот этого аргумента против нас. Это, да, конечно, этого бы не было. Но что еще можно точно сказать? Вот если бы тогда в Дагестане получили бы серьезную поддержку те наши братья, которые начали эту операцию, братья дагестанцы, я имею в виду, если бы народ Дагестана это тогда бы поддержал, то вот Дагестан бы сейчас мог бы быть вместе с Чечнёй независим. Вот это был бы вполне возможный сценарий. К сожалению, именно там было первое поражение, но произошло именно в Дагестане. Тут даже не Дагестан, а весь Кавказ должен был поддержать, сколько боли крови лили наши предки, сражаясь с Русской империей. Я сам с Кабарды, я считаю, Кабарда должна была тоже поддержать. Ну, говорить о Кабарде не приходится, когда в самом Дагестане поддержки, к сожалению, не получили. Поэтому так-то да, конечно, я с собой согласен. Так-то это должно было произойти еще на рубеже 80-90-х, когда в конце 80-х, в начале 90-х, когда была эта возможность свободно объявлять суверенитет. Но, к сожалению, этого не произошло. То есть ты понимаешь, что ауховцы – это неотъемлемая часть чеченского народа, а то, что русские и украинцы – это один народ, который сначала разделили, а потом стравили между собой, ты не понимаешь. Мне неинтересно по поводу вот этих вот вопросов народностей украинцев и русских. Я даже не буду на эту тему рассуждать. Это не мой вопрос. Это вы с украинцами пообщаетесь, придите к какому-то согласию. Но это вообще неуместный пример, потому что здесь ауховцы и чеченцы – мы ментально, по языку, по всему. Да мы вообще один народ у нас. У нас нет. Это то же самое, что сказать. То есть ты понимаешь, что грозненцы и чеченцы – это один народ. Конечно, я это понимаю, потому что это часть моего народа, просто они живут в Грозном, они живут в Уросмартане, в Ачваймартане, они живут в Курчулоевском районе, в Шатойском районе, вот так же они живут в Ауховском районе. Конечно, это часть нашего народа. Причем здесь это? Тут ближе, наверное, был бы пример, если бы ты сказал, привел бы эту параллель с ингушами. Вот здесь есть, вот сами ауховцы-то, они не говорят, что они не чеченцы, они-то тоже говорят, что они чеченцы. А вот с ингушами, да, здесь есть ингуши уже, хоть мы не так давно реально были одним народом, но сегодня мы уже разные народы. Так получилось. Хоть мы культурно-традиционно, язык у нас там один, но мы уже ингуши не говорим, когда его спрашиваешь, кто ты по нации, он не говорит, что он чеченец, да? И чеченец не говорит, что он ингуши. То есть вот тут уже мы политически сформированные два народа. И обратной силой этот процесс не имеет, как история показывает, по крайней мере, не зная таких примеров. Поэтому вот этот, наверное, более был бы подходящий пример. Но у нас с ингушами, как видишь, нет таких вопросов. Но как только рухнул Советский Союз, мы как раз вот показали вам пример того, как можно бескровно просто раз и разойтись. Мы выступили за независимость. На тот момент элита ингушей захотела остаться в составе России. Что сделали мы? Мы не пошли с войной на ингушей. Мы сказали, окей. У вас своя дорога, у нас своя. Мы наоборот будем вам помогать всячески, как сможем. Поэтому наоборот, вот тебе хороший пример того, как нужно сосуществовать. Не пытаться кого-то сделать насильно чеченцам или русским, частью русского мира, чеченского мира. Не надо, если он не хочет. Если он не хочет, оставь ты его в покое. Лучше сделай из него своего там хорошего, доброго соседа. Ты попытайся перебороть. Вот если ты говоришь, что это западная пропаганда, они там его настраивают. Но ты сделай так, чтобы работала наоборот твоя пропаганда. Чтобы он хотел быть, хотел дружить с тобой, а не с ним. Попробуй это сделать. Заинтересуй. Субтитры создавал DimaTorzok